Добрый вечер, мы продолжаем изучение недельного раздела Байра. Прошлый урок мы закончили на известном очень хрестоматийном вопросе о том, каким образом Всевышний говорит «А я сделаю твёрдым сердце фараона и умножу свои знаки и свои знамения в земле египетской, но фараон не послушается вас, пока я не наложу свою руку на Египет и выведу своё воинство народа Израиля из Египта великими карами». То есть, с одной стороны, Всевышний обещает, что фараон не послушается Маше и Аарона, не подчинится им, а с другой стороны, объясняет это тем, что я, как он говорит, сделаю твёрдым сердце фараона, получается, что фараон вроде бы лишён был здесь свободы выбора. А коли он лишён был свободы выбора, то почему он подлишит наказанию, почему следует наказывать его за то, что он отказывается выполнять волю Всевышнего, если Всевышний сам заставляет его не подчиняться ему? Вот этот вопрос, который задают практически все. Любой человек, впервые познакомившись с этим текстом, всегда задаст этот вопрос. Мы рассмотрели ответ Раши на этот вопрос, и ответ Раши сводится к следующему. Кстати, не всегда хорошо понятно это и слов Раши, их нужно читать медленно, осторожно, иначе получается винегрет. Раши говорит здесь два аргумента. Аргумент первый – понятно, что в тот момент, когда начнутся удары по Египту, фараон быстро сломается, это очевидно. Но не только сломается, а ещё и вопрос прощения, ещё и раскается, но это раскаяние неискреннее. Люди типа фараона, они не в состоянии по-настоящему раскаяться, т.е. раскаяться не значит сказать – с завтрашнего дня я буду хорошим мальчиком, всё, я больше так не буду. Это, безусловно, фараон может сделать и обязательно это сделать. Имеется в виду – по-настоящему раскаяться в том, что сделал, по-настоящему сожалеть о том, что сделал, и попытаться это как-то исправить. На это он не способен. Но внешне это будет выглядеть как раскаяние внешне, он будет выглядеть по мальчикам, который подчинился Богу, а поскольку ему за его злодеяние полагается наказание, ибо на самом-то деле он их не исправил, т.е. то, что называется тшува, раскаяние и сожаление о том, что о содеянном и исправление этого, этого же он не сделал, поэтому наказание ему полагается. А если наказание посыпется на голову такого человека, который выглядит как раскаившийся, хотя на самом деле он не раскаялся, то есть здесь осквернение имени Бога, и это нежелательно. Поэтому уж лучше, чтобы фараон не выглядел раскаившимся, не выглядел бы хорошим мальчиком и не говорил бы «всё, я больше так не буду из завтрашнего дня, я начну новую жизнь», пусть уж он упорно сопротивляется и говорит «нет», потому что тогда, по крайней мере, будет ясно, почему он заслуживает наказание. А плюс к тому, это уже второй аргумент, который говорит Раший, кроме того, чтобы таким образом и все народы узнают о моём обучестве, так поступает Всевышний, посылает бедствие народам мира с тем, чтобы народ Израиля слышал и трепетал. То есть, есть здесь ещё и дополнительный эффект, то, что благодаря этим самым ударам, благодаря всем этим казням египетским, тот, кто должен извлечь из них урок, извлечёт из них урок, но это уже побочный результат. А главное здесь – это то, чтобы не было так, чтобы фараон, при том, что он внешне, казалось бы, подчинился и внешне, он раскаялся на самом деле, остался тем, кем он был. Это ответ Раши. А теперь посмотрим совершенно другой ответ, и его даёт Рабио Вадия с формы. Пишет он так. «Нет сомнения, не ожесточи бог сердца фараона, тот отпустил бы евреев после первых же казней, но не из раскаяния. Нет сознания величия бога и добровольного смирения перед ним, а просто будучи не в состоянии стерпеть тяжёлые страдания, как сказали ему его слуги, разве ты ещё не понял, что Египет погибает?» Начинает он вроде бы как Раши, и снова может здесь запутаться, и посчитает, что он пишет то же самое, что Раши. Нет, это совсем другое. Это не то, что пишет Раши. Умеется здесь в виду следующее, что фараон не раскается даже на словах. Он согласится отпустить евреев, это да, но не потому, что он сожалеет, а просто потому, что больно очень. «Не бейте, я на всё сограден, где надо, я подпишу, но только не бейте». Не потому, что я думаю, что я что-то сделал неправильно, и даже и не выразит здесь никакого сожаления, а просто отпустит. Ну и что? Ну, казалось бы, главное – это. Нет, не в этом дело. Если бы фараон действительно пожелал подчиниться Богу и раскаяться в своих поступках, ничто не помешало бы ему это сделать. То есть, если нам кажется, что Всевышний отнял у него свободу выбора, он не отнял у него свободу выбора, она оставалась в его руках. Только что Бог сказал, что жесточить сердце фараона, чтобы он сумел серпеть все казни и не отпустил бы евреев из страха перед бедствиями для того, чтобы продемонстрировать свои знамения среди египтян так, чтобы они познали моё величие, моё добро и по-настоящему раскаялись бы. Если бы не укрепление сердца фараона, то фараон довольно быстро бы сдался. Что же тогда делает Всевышний? Он даёт ему силу, он не вмешивается в его свободу выбора. Здесь, может быть, следует только определить более точно, что такое свобода выбора, потому что и с этим тоже есть очень много путаницы. Что такое свободный выбор? Что такое свобод? Свободный выбор означает, что решение о том, поступить как-то или не поступить, принимает человек. принимает его сам человек, и этот выбор не является результатом действующих на него сил. Выбор человека – не результирующий вектор сил, которые на него действуют, сил и внешних, и внутренних. То есть, силы определённые на человека действуют, но как он отреагирует на них – это его выбор. И он не заложен в тех самых силах, которые на него действуют. Если взять животное, там это не так. В тот момент, когда собака идёт по улице, и из-за забора на неё кто-то лает, то здесь, в тот момент, когда есть раздражитель – лай, то в этом раздражителе уже этот input, который в нём заложен, и output. Вот его совершенно очевидная реакция того самого пса – он залает в ответ. Это… С человеком это не так. Человека можно обозвать, человека можно обругать. Один залает в ответ, а другой не залает. И тот, и другой, и тот, кто залаял, и тот, кто не залаял, они сами определили здесь своё поведение. И даже тот, кто, не задумываясь ни на секунду, ответил на то, что его обругали, и, казалось бы, не выбирал, на самом деле это не так. Он тоже выбрал. Он выбрал не сопротивляться. Ясно, что у человека ему инстинктивно хочется, когда его обругали, ему инстинктивно хочется ответить. Сказать что-то в ответ точно так же, как это делает любая собака. Да, конечно. Один человек решил сопротивляться этому желанию, другой человек решил не сопротивляться. Но это он решил. Неуслышанное его ушами проклятие вызвало его ответ. То, что он ответил, то, что он стал ругаться в ответ, это было его решение не сопротивляться. Вот в эту самую схему, говорит Сфорнов Всевышний, не вмешался. Он не вставил никаких электродов в мозгу у фараона, чтобы тот отвечал так, как ему хочется. Нет. А просто что он сделал? Он сделал так, что раздражители, которые могли заставить его подчиниться довольно быстро и сдаться, они действовали очень слабы, т.е. он дал ему, увеличил силу его выносливости. Каждый из нас понимает, что если на нас воздействует какая-то сила, то пока мы чувствуем, что мы можем сопротивляться, мы в состоянии сопротивляться, если захотим. Если захотим. Но если мы выбрали сопротивляться, а сила какая-то на нас воздействует, чем эта сила больше воздействует на нас, тем труднее сопротивляться. А в тот момент, когда наша сопротивляемость увеличится, Если у нас у всех будет слоновая кожа, и не больно будет, тогда желание наше сопротивляться, оно нам легко отдастся. Это то, что здесь Всевышний сделал с фронтом. Он дал ему такую вот слоновую кожу, он дал ему силу, терпение такую, при которой действовавшие на него удары ему не так были больны, не такое уже ему причиняли вред. Ну и всё это для чего? Ведь не для того, чтобы вывести евреев из Египта, наоборот, а всё это для того именно, чтобы человек сделал шуву. Какой человек? Да фараон. Чтобы фараон сделал шуву. А как сделать шуву? Шува – это именно в той ситуации, когда человек откажется от того, что он говорил раньше, то, что он сказал раньше, не пущу евреев. Если он от этого откажется не потому, что ему больно, не бейте, я подпишу всё, что вы хотите. Не поэтому, а потому что он сам по размышлению зрелым решил, что это неправильно то, что он делает, и откажется от этого. Вот это будет шува. Чтобы фараон, для того, чтобы фараон не отказался от своих позиций просто под воздействием побоев, для этого Всевышний дал ему слоновую кожу. Это то, что имеет в виду Тора, говоря, «Я сделаю твёрдым сердце фараона». Не вмешался Всевышний в его свободу выбора, а просто сделал твёрдым моё сердце, сделал толстой его кожей. Ну, а почему Всевышний готов такую войну вести с отдельно взятым человеком? Ну, царство, достоинство, фараон, но всё-таки. Сфорно подчёркивает. Для того, чтобы продемонстрировать свои знамения среди египтян. А это зачем? Так, чтобы они познали моё величие и моё добро, и по-настоящему раскаялись бы. А также для того, чтобы ты рассказал своему сыну, на что готов пойти Творец, чтобы вернуть к себе людей, которые способны в беде обратить внимание на свои поступки, чтобы исправить их. Для того, чтобы Всевышний, для того, чтобы человек по-настоящему сделал шву, Всевышний готов идти с ним вот на такие, на такой диалог, на такой поединок, и всё это именно для того, для того, чтобы человек по-настоящему сделал шву. Нам это нужно знать, что Всевышний хочет, чтобы мы сделали шву, чтобы мы раскаялись в своих неправильных поступках, если уж Всевышний готов был вести такой диалог с фараоном, так уж тем более с нами. Чтобы мы знали, на что Всевышний, на какие жертвы он готов пойти, какие колоссальные вещи он готов сделать, только для того, чтобы помочь нам, только для того, чтобы мы смогли бы сделать настоящую истинную шву. Это нам надо знать. Как это рассказывается там в стихе? «И узнают египтане, что я бог, когда я протяну свою руку над Египтом, и ещё чтобы…» Это тоже сказано в другом месте, для того, чтобы ты рассказывал своим сыновьям и сыновей своих сыновей, как я издевался над Египтом, т.е. на что я готов был пойти только для того, чтобы привести фараона к раскаянию, к тшуве. Это ответ с фо. Ну, теперь пришло время поговорить и о самом известном ответе. Это ответ Рамбома в «Елхот-чува». Там, в шестой главе, Рамбом обосновывает этот великий принцип свободного выбора и пишет там так. В Торе есть много высказываний, которые, казалось бы, противоречат сформулированному выше принципу, имеется в виду принципу свободы выбора. Это вводит в заблуждение многих людей, внушая мысль, что творец решает за человека, будет ли тот поступать хорошо или дурно, и что человек не властен сделать выбор по своей воле. И я объясню тебе важный принцип, на основании которого ты можешь понять, как истолковать все подобные высказывания. Т.е. проблема есть, кушия существует, говорит Рамбом, сейчас мы постараемся объяснить. Вот это объяснение. Если отдельный человек или население целой страны согрешили, и грех их был совершен по доброй воле, то, чтобы не было сомнений, должно описано, если не относятся к тому, что сказано здесь, и грех их был совершен по доброй воле. Т.е. если люди согрешили, это в слагательном наклонении, а дальше утверждение, а грех в любом случае всегда совершен только по доброй воле. То, как мы объяснили выше, они заслуживают наказания. Если сам грешил, получаешь наказание. Если бы грех был не результатом решения и выбора человека, тогда ему наказание не следует. И дворец решает уж как следует наказать. Бывает наказание самое разное, есть большой арсенал. Бывает, что грешника наказывают в этом мире, лишая его имущества или посылая страдания ему или его малым детям. Бывает сказанное верно в том случае, т.е. сказанное о том, что человек, сделавший грех по своему выбору, заслуживает наказание, это верно в случае, когда не было раскаяния. Если же человек раскаялся в своих грехах, то раскаяние служит щитом, защищающим его от наказания. Т.е. раскаяние позволяет человеку аннулировать результаты своих поступков. Так же, как человек грешит по своей воле и по разумению, то и раскаяние он совершает по своей воле и по разумению. Т.е. главный практический вывод из того, что человек свободен в своем выборе, это то, как ежели грешил по своей воле, то и исправить, то и раскаяться ты можешь тоже по своей воле. И на это дана тебе свобода. Но бывает так. Т.е. есть исключения из этого правила вроде бы. Или не исключения. По крайней мере, там он начинает с ну. Но бывает так, что кто-нибудь совершит такой великий грех или такое множество грехов, что праведный судья решает в наказании за грехи, совершенные человеком по своей воле и разумению, лишить его способности к раскаянию. И не будет такому человеку дано возможности оставить свое злодейство, и он погибнет за грехи, в которых повинен. Вот об этом-то и говорит Тора. Об этом-то и говорят слова Творца, переданные пророками Мишаяум. Огрубело сердце этого народа. Т.е. огрубело, не воспринимает. Отяжелели уши его, не слышит. И глаза его закрыли, чтобы он не мог увидеть своими глазами, и услышать ушами, и сердцем разуметь, и раскаяться. Т.е. для того, чтобы раскаяться, нужно увидеть, услышать, понять. А у человека все эти возможности, способности, восприятия, они не работают. Сердце огрубело, уши отяжелели, глаза закрылись. В результате он не видит, не слышит, не воспринимает. И не раскаивается. Это не случайно. Т.е. то, что здесь сказано, что все это произошло, получается, что это вмешательство Всевышнего свыше. И также сказано, они оскорбляли Божьих посланников. Т.е. грешили, оскорбляли пророков. Поносили слова его, поносили слова Бога. Издевались над его пророками до тех пор, пока не возгорелся гнев Господа на народ свой. Ну, и дальше должно быть наказание. И какое же наказание? И не стало исцеления. Что такое не стало исцеления? От чего? Написано, что они грешили. Если они грешили, оскорбляли пророков и поносили слава Бога, то что, какое наказание? Какая кара? Нет исцеления. То есть, объясняет Рамбом, народ грешил по своей воле и умножал свои злодеяния до тех пор, пока не была отнята у него возможность раскаяния, которое именуется исцелением. Что такое исцеление во всех этих пророческих отрывках? Исцеление означает, как исцеляется человек от болезни, так и грешник, и его исцеление означает его раскаяние, дшува, его исправление. Нет исправления. Поскольку грешили, поскольку оскорбляли пророков, поскольку поносили слава Бога, нет раскаяния. Почему нет раскаяния? Нет возможности. И поэтому написано в Торе. Вот теперь, когда он уже сформулировал этот принцип, он переходит к нашему герою, к фараону. «И я ожесточу сердце фараона, сделаю крепким сердце фараона за то, что он грешил прежде и делал злой Израилю, жившему в его стране». Значит, проблема фараона, в чём его криминал, в чём его состав преступления, не то, что он сейчас отказывается отпускать евреев, его состав преступления во всей той политике, которую он до сих пор вёл по отношению к евреям. И угнетение, и рабство, и человеческие условия, и попытка уничтожения. Всё это этим самым он заслужил наказание, большого наказания. Так вот, по приговору Всевышнего у него была отнята возможность раскаяться, чтобы наказать за все грехи. «Поэтому и ожесточил Всевышний сердце фараона, иначе зачем он послал к фараону Муше с требованием отпустить евреев раскаяться? Ведь Творец уже сказал ему, что тот не отпустит их. Какой смысл? С одной стороны сказать Муше, фараон не отпустит, а с другой стороны тоже сказать, ну а теперь иди к фараону и потребуй, чтобы он отпустил. Ведь он же не отпустит. А это не для того, чтобы он отпустил, это для того, чтобы закончить счёт с ним. Ведь Творец уже сказал ему, что тот не отпустит, как написанный «ты, твои рабы, я знаю, что еще не боитесь Бога, и ради этого я дал тебе выстоять, чтобы показать тебе мое могущество и чтобы прославить свое имя по всей земле». Всевышний сделал это для того, чтобы все обитатели мира узнали, что если Творец пожелает лишить человека раскаяния, тот не сможет раскаяться и погибнет за свои злодеяния. Если постфорно выходит, что вся эта дуэль с фараоном была с целью, чтобы все люди знали, на что готов Всевышний, для того, чтобы обеспечить человеку возможность делать чуу, настоящую чуу, а не под воздействием ударов, то Творамбаму все это делается для того, чтобы люди знали, что самое страшное наказание ждет тех, кто делает много грехов или очень тяжелый грех, и в чем это наказание? Что им не дают возможности раскаяниться. Словно, что не дают возможности раскаяниться. Одно из двух. Либо перед нами, ведь на самом деле начало, то, что пишет Рамба в начале 6 главы, противоречит тому, что сказано дальше. В начале он утверждает, что есть великий принцип в соответствии с которым человек грешит сам, и что он делает сам, и никто за него не решает, грешит его или не грешит. Он сам все грешит. И тут же потом он говорит, что в качестве наказания может быть так, что у человека отнимут возможность раскаяниться. Что это значит? Что это исключение из правил? Есть общий принцип, что человек всегда свободен в своем выборе. И решение принимает он сам, это его решение, а не результат воздействующих на него сил. И тут же после этого говорит, что вот в наказании может быть и не так. Бывает так, что исключение. Но тогда Рамбом должен был бы как-то сказать, что вот это исключение из правила, что правило, которое он сказал, оно верно в 99% случаев, но в 1% может быть так, что правило это не подействует, есть исключение из правила, вот это тот самый грешник, такой как фараона, которого просто отнимают свободу выбора, то есть Всевышний попросту вмешивается в ход его принятия решений и не дает ему самому принять решение, а целиком, в общем-то, превращает его в этот момент в марионетку, которая действует исключительно под воздействием силы, который Всевышний на него спускает. Может быть, правда, этого Рамбу можно понять иначе. Может быть, никакого исключения из правила здесь нет. А имеется здесь вот что в виду, что то, что Рамбом говорит, что у человека есть свобода выбора, а свобода выбора, как это объясняют многие авторы, это означает, что когда человек выбирает, то его склонность к тому и к другому, к обоим возможным, к обеим возможным опциям сделать так или не так, она должна быть равна. Ибо если у человека будет склонность в одну сторону больше, чем в другую, то вроде как уже это не на равных, выбор здесь уже не совсем свободен. Значит ли это, что человек сохраняет вот такую одинаковую склонность и в ту и в другую сторону на протяжении всего своего пути жизненного? Нет. Это не значит. И это то, что говорит Рамб. В начале пути возможности они действительно равны. Но в тот момент, когда человек сделал свой первый выбор, а уж тем более, когда его повторил второй и третий раз, то он уже покатился по определенным рельсам. И каждый раз, когда человек выбирает зло, условно, в кавычках назовёмся словом зло, то этот выбор оказывает влияние на его дальнейшие поступки. И на следующем шагу ему куда легче и куда проще, и куда естественнее выбрать зло, и куда труднее выбирать добро. Тем самым человек с каждым, повторяя каждый раз вот эту свою линию поведения, уже выбранную один раз, он сжигает за собой мосты один за другим, один за другим. Ему становится всё труднее и труднее выбирать. Значит ли это, что невозможно ему выбирать? Нет. Значит ли это, что Всевышний отнял у него свободу выбора? Нет. Значит ли это, что Всевышний вмешивается в его ход решения, вставил он ему электроды какие-то в мозг? Нет. Человек сам, сжигая за собой мосты, но никогда не может сжечь все до последнего, даже находясь уже у ворот ада. И тогда человек невероятным усилием воли может всё-таки выбрать и пойти в другую сторону. Это возможно. И на это человек способен, ибо не обнимали у него свободу выбора. Но естественным путём, когда человек идёт естественным путём, он катится по той самой наклонной плоскости, то с каждым новым своим выбором ему труднее и труднее выбирать по-другому. То есть то, что вначале вызывало у него трудности, то, что вначале вызывало какую-то внутреннюю борьбу и хочется, и колется, и мама не велит, когда он повторяет, когда он выбирает этот определённый ход поведения, сделал свой выбор и повторяет этот выбор раз за разом, то эта внутренняя борьба уходит, 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 до тех пор, пока эти вещи становятся у человека просто автоматом, они для него естественны и просты. Но это не отбирает у него свободу выбора, она остаётся, только человек ей не пользуется, и не хочет ей воспользоваться, и не видит возможности для него воспользоваться. Может быть, Рамбов имеет в виду это, а может быть и нет, а может быть, он имеет в виду то, как мы объяснили раньше, что перед нами, с одной стороны, общее правило, что человек точно так же, как он сам грешит, точно так же он и сам раскаивается, а есть исключение из правил, когда в качестве наказания Токидар Всевышний вмешивается в его ход принятия решения, отнимает в него свободу выбора и тем самым приводит его, и это самое большое наказание. Можно так, можно так. Для того, чтобы эту тему завершить, имеет смысл посмотреть ещё и комментарий Рамбана. Он резюмирует всё то, что было сказано до сих пор. Пишет Рамбан так. В Медраж Раба, значит, в Медраше сказано «Всевышний заранее известил мужей о том, что ожесточит сердце фараона, чтобы покарать его за то, что он угнетал сынов Израиля тяжёлой работой». Так будет Медраж. «Укрепить сердце фараона, ожесточить его сердце за то, чтобы покарать его за то, что он угнетал за предыдущие грехи, за то, что он угнетал сынов Израиля тяжёлой работой». И ещё в этом Медорше рассматривается строка Торы. «Я ожесточил его сердце», — сказал Раби Йохана. О, это даёт оправдание всем отступникам. И теперь они могут сказать, Бог не дает им раскаиваться. Любой вероотступник, любой грешник, увидев эти слова, то он скажет, о, вот видите, Всевышний сам признаётся в том, что он отнимает у человека возможность раскаяться. Поэтому я тоже не раскаивался. Есть оправдание у любого мерзавца. Однако долкование Раби Йимон Бен Лакиш лишает отступников всякого оправдания. Ведь Творец насмехается над насмешниками. Он предупреждает нечестивца в первый раз, и во второй раз, и в третий, но более уже не предупреждает, запирая перед ним врата раскаяния, чтобы взыскать с него за его прегрешение. Так и было с нечестивым фараоном. После того, как Всевышний направлял к нему своего посланцем уже пять раз, и фараон не внял его слова. Но Всевышний сказал, ну, ты проявил упрямство, и ожесточил своё сердце, так вот к твоей скверне добавится ещё скверна. Таков Медраж. Теперь только нужно его объяснить. Пишет Рамбан, таким образом Медраж отвечает на вопрос, который все задают. Если Бог ожесточил сердце фараона, то за что же тогда был наказан? А в ответ Медраж предводит два толкования. Нечего искать здесь один ответ на вопрос, потому что, действительно, если попытаться найти здесь один ответ на вопрос, то нету здесь его. Это два разных ответа. И оба они истинно. Элу, ве Элу, Диврей, Элу Ким Хаим. И тот ответ правильный. И тот ответ правильный. Итак, вы же не управляете миром, это одно из правил. И второй ответ, он тоже отражает вторую сторону управления мира. Поэтому мы и говорим, и тот ответ правильный, и другой. Итак, первое объяснение таково. За великие злодеяния, которые фараон без всякого повода совершил по отношению к сынам Израиля, он был лишён возможности раскаяться и судим за свои прошлые дела. Это именно коротко, очень коротко, то, что та идея, которую развивает Рамбам в Илхот-Шува. Таким образом, корень того, что Рамбам пишет в 6 главе Илхот-Шува, он в нескольких строчках Медраша. То, что Всевышний заранее известил муж и о том, что ожесточит сердце фараона, чтобы покарать его за то, что он угнетал сынов Израиля. Рамбам не философ. Рамбам не пишет здесь философский трактат. Его ответ Илхот-Шува основан на источнике Хазаль, на Медраши. Но Медраш на этом не ставит точку, он даёт ещё и второй ответ. Но согласно другому толкованию, только первые пять казней обрушились на фараона за его грех. И лишь в этих пяти случаях сказано, и укрепило сердце фараона. Или и отехчил фараон своё сердце. То есть он сам не соглашался принять власть Творца. Однако, когда кары одолели его, и он не мог их вынести, то его сердце размякло, и он уже был готов отпустить евреев. Но только из-за тяжести казни, а не из желания выполнить волю Бога. И тогда Всевышний укрепил его дух и ожесточил его сердце. А это ответ, который дал, сформула. То есть первые пять ударов фараон ещё, у него ещё достаточно сил, и он сопротивляется, потому что не хочет он подчиняться Всевышнему. После пяти ударов он уже размяк, и он уже готов сдаться, он уже готов поднять руки и на этом всё закончить. Но не потому, что он действительно сожалеет о том, что сделал. Не потому, что он раскаивается, а просто больше возможности терпеть нет. И тогда Всевышний даёт ему возможность терпеть. Чтобы дуэль эта продолжалась, чтобы была у него возможность всё-таки осознать свободно, что он был неправ. То есть Всевышний не отбирает у него свободу выбора, а наоборот, заботится о его свободе выбора. Чтобы у него была ситуация, в которой он сможет отпустить евреев по своей доброй воле, а не потому, что его сильно бьют. Вот таким образом Рамбан находит основу для самых известных классических комментариев. Всё это в Медраж Раба, всё это уже было коротко сказано нашей мудреце. Пожалуй, можно ехать дальше. Ехаемся дальше. Глава 7, начиная с 8 стиха, «И сказал Бог Муше и Аарону, когда фараон скажет вам, сделайте какое-нибудь чудо, подтверждающее ваши слова, то ты скажешь Аарону, возьми посох и брось его перед фараоном, и он станет змеем». «И пошли Муше и Аарон к фараону и сделали так, как приказал Бог. Аарон бросил посох перед фараоном и перед его слугами, и тот превратился в змея». Можно сказать, что в оригинале сказано воины Танин, и превратится он, этот посох, в Танин. А в современном иврите слово Танин обозначает как раз крокодил. Отсюда не всегда понятно для читающих, что же имеется в виду, в кого же должен был посох превратиться, в змею или в крокодила. С точки зрения символики большой разницы нет, потому что совершенно очевидно, что то, что Муше с одной стороны превращал свой посох, то есть безжизненную палку, превращал ее сначала в животное, а потом снова превращал его обратно в палку, и это было не просто животное, это было животное, которое являлось символом власти и силы фараона. С одной стороны символом власти фараона была змея, над короной, над тиарой у фараона было такое изображение кобры, это видно сегодня практически на всех официальных изображениях египетских фараонов, а с другой стороны крокодил тоже был очень почитаемым в Египте животным, в гробнице одного из египетских фараонов, не помню сейчас какого, там в соседней комнате, рядом с той комнатой, где была мумия фараона, то там было еще достаточное количество мумифицированных крокодилов тоже, которые там почти штабелем лежали. Это тоже было очень почитаемое в Египте животное. При всем при том, скорее всего, все-таки здесь имеется в виду таких змей, по крайней мере, по продолжению сказано, когда Арон бросил посох перед фараоном, перед его слугами, тот превратился в змея, но фараон тоже позвал мудрецов и колдунов, и они, волхвы египетские, сделали то же самое своими заклинаниями. То есть, что значит, то же самое, превратили свои посохи тоже в змеи. Каждый из них бросил на землю свои посохи, и те стали змеями, но посох Арон проглотил их посохи. Как это так? До сих пор говорилось, что все это змеи. Змеи со змеями должны были подраться. А вдруг сказано в конце, посох Арон проглотил их посохи, объясняет Раши, посох обернулся змеем, это было начало, а уже после этого, после того, как вновь стал посохом, после этого он проглотил все остальные посохи волхвов. То есть, это было еще дополнительное чудо. Ну, знамение достаточно впечатляющее. А реакция фараона нулевая. И укрепило сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Бог. Совершенно не впечатлился он от этого. Едем дальше. И сказал Бог Муше, тяжело сердце фараона, отказывается он отпустить народ. Иди к фараону утром, как он выйдет к воде, предстань перед ним на берегу реки, а посох, который превратился в змея, возьми в руку. И скажи ему, Господь Бог евреев послал меня к тебе, чтобы сказать тебе, отпусти мой народ, чтобы они служили мне в пустыне. Но до сих пор ты не слушался. Так сказал Бог, посредством этого ты признаешь, что я Бог, я ударю послухом, который в моей руке по воде, что в реке, и она обратится в кровь. Вот здесь уже приходит угроза первой из десяти египетских казней – кровь. Почему Всевышний посылает Муше рано утром к фараону, когда тот выходит к воде? Возможно, разное объяснение. Проще всего сказать, поскольку он предупреждает о том, что первая кара постигнет именно воду, именно реку Нил, то предупреждение это происходит вот именно прямо на берегу Нила, когда фараон выходит. Правда, этим самым не объясняется, почему нужно рано утром, и почему рано утром фараон выходит к Нилу. Может быть, здесь имеется в виду определенное богослужение или торжественная церемония, которая была принята в Египте, когда фараон выходит к Нилу, а он может сказать, что отношения между фараоном и Нилом были непростые. То есть, с одной стороны, Нил – это тот, кто дает жизнь всему Египту без вод Нила, население Египта жить не могло, поэтому Нил, безусловно, воспринимался как божество, как то, что дает жизнь, а с другой стороны, фараон – он же тоже божество, поэтому он должен был восприниматься либо как сын Нила, либо, наоборот, как отец, который породил Нилу, еще что-то. Поэтому вполне можно себе представить, что было целое торжественное шествие, торжественная церемония, утром, когда восходит фараон к Нилу, вода поднимается к его стопам, тем самым устанавливаются все отношения, и вот этот самый момент, пик величия фараона, который как отец Нила выходит благословить воды Нила, чтобы он давал жизнь всем его подданным, в этот самый момент вдруг откуда-то должен быть ему шея, и вот так вот достаточно детско сказать ему, что вот это ваша река, извините, но если вы не отпустите евреев, то она превратится в кровь. Это тоже возможное объяснение. Ну и, наконец, третье, наиболее известное объяснение Раши, основанное на словах наших мудрецов, о том, что фараон, провозглашая себя божеством, в школе божество, как народ говорит, назвался грузом, полезая в кузов, и нежели божество, то фараон понял, что ему не гоже в туалет ходить, по крайней мере, чтобы, точнее, не гоже, чтобы люди об этом знали, что он тоже как простой смертный ходит в туалет, поэтому он крепился весь день, и только рано-рано утром, когда все еще спали, так выходил куда-то в заросли тростников для того, чтобы исправить свои физиологические потребности. И в этот самый момент мужей должен был его застукать, застегнуть, то есть застать его врасплох, и это, конечно, жуткое-жуткое унижение для фараона, и это дает возможность понять все первые удары. Первые удары, последовавшие вслед за этим, они ударяли именно по египетской гордости, именно по спеси, они еще не были ударами экономического характера, они не были ударами, которые представляли собой опасность для жизни, но спесь египтян, которые ощущали себя хозяевами мира, а уж тем более спесь фараона, который ощущал себя и хозяином всего Египта, и божеством, и что угодно, вот по этой спеси удар был очень-очень болезненный. Так сказал Бог. «Посредством этого ты признаешь, что я Бог. Я ударю посохом, который в моей руке по воде, что в реке, и она обратится в кровь. И рыба, которая в реке умрет, или кава смердит, и египтяне не смогут пить воду из реки. И сказал Бог Муше, скажи Арону, возьми свой посох и протяни свою руку над водами Египта, над их реками, каналами и прудами, и над всем скоплением воды, чтобы она обратилась в кровь». Так что кровь будет повсюду в Египте, в деревянных сосудах и в каменных. И сделали Муше Ярону так, как приказал Бог. Почему Муше сказано здесь, скажи Ярону? Почему бы Муше не произвел все то же самое, что может сделать Ярону? Он тоже может взять посох. Посох, кстати, посох не Ярону, а посох Муше. Вместо того, чтобы передавать Ярону свой посох, чтобы тот что-то делал, проще было бы, чтобы Муше это сделал. Ответ Раши. Все удары по реке, то есть и кровь, и в дальнейшей лягушке, нанёс не Муше, а Арону, потому что река защитила Муше, когда тот был брошен в неё. Это то, что называется Акарата Тов, благодарность, признательность. Очевидно, все люди понимают, что необходимо быть признательным другим людям, которые тебе когда-то помогли, которые тебя когда-то защитили. Но здесь мы видим, что признательность и благодарность, она даже по отношению к неодушевлённому предмету, к реке. Река – это не человек, который решил кого-то защитить, который решил взять кого-то под свой покров, под свою защиту. Река – она река. Но вместе с тем, благодаря тому, что если Муше сумел спастись благодаря реке, то негоже ему сейчас делать действие, которое ударит по этой самой руке. Пусть Аарон это сделает. Итак, и сделали бы уже Аарон так, как приказал Бог. Он поднял посох и ударил по воде, что в реке, на глазах у фараона и на глазах его слуг. И вся вода, что была в реке, обратилась в кровь. И рыба в реке умерла, так что река восмердела, и египтяне не могли пить воду из реки, и кровь была по всей земле египетской. И волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Случайне сделали тоже. Т.е. они тоже показали, что они умеют превращать воду в кровь. Вопрос, зачем это нужно было сделать. Главное было бы, не было же тогда проблемы, точнее, проблема главная была, что пить нечего. Я бы на месте волхвов, может быть, сделал бы по-другому, взял бы и обратно превратил бы всю кровь обратно в воду. Здорово. С одной стороны доказывают свое умение, свои способности, а с другой стороны жить как-то легче, когда вода есть, а не кровь. Странное-то поведение. «И укрепило сердце фараона, и он не послушал их, как и сказал Бог». Как объясняет здесь Раши, язвительная реакция фараона была. Он сказал им, «Все это, все, что вы делаете, это все колдовство». Понятно здесь то, что его придворные колдуны и волхвы могли сделать тоже, оно только доказало, что это тоже колдовство. А уже это, как говорится, вы ввозите солому в Эфараем, это город, который был полон соломы, славящий своей соломой. Вы привозите колдовство в Египет, которое весь полон колдовством. В Египте показывают, что ты умеешь колдовать, это смешно. Здесь уж что-что, а в этой стране колдовать-то многие умеют. Это все равно, как сбывать чай в Китае. Смешно там. Там своего чая хватает. Хватит чая там на весь мир, поэтому продавать чай в Китае – это глупость. Это то, что вы, господа, делаете. «И повернулся фараон и пошел домой, и не принял к сердцу даже этого, а египтяне копали вокруг реки, чтобы добыть воду для питья, потому что не могли пить речную воду». То есть, то, что вода превратилась в кровь, это не означало, что все через короткое время умрут от жажды. Были возможности, были способы добывать. То есть, это еще не был удар, который на самом деле так сильно может их поразить, как действительно отсутствие воды. Воду можно было добывать, можно было откапывать колодцы вокруг реки, можно было, как говорит Медраж, продание усные торы, можно было покупать у евреев воду, благодаря чему евреи сделали неплохой бизнес, продавая минеральную воду. Тогда… А главным это был удар именно по гордости. Нил, река, гордость Египта, она и была поражена. «И прошло семь дней после того, как Бог поразил реку». Почему это важно подчеркнуть, что прошло именно семь дней? Раша объясняет этот счет семи дней, по истечении которых Нил стал уже прежним, то есть, вернулся в прежнее состояние, и вода в нем была уже не кровью. Каждая казнь, это не случайно, то, что сказано здесь, для этого Туры подчеркивает, что это был порядок. Каждая казнь длилась четверть месяца, а предупреждал и предрестригал о ней Всевышний три четверти месяца. То есть, на каждую казнь был выделен один месяц в году. И разделялся этот месяц следующим образом. Три четверти месяца, то есть, три недели было предупреждение, что вот смотрите, так будет, одумайтесь, пока не поздно. По истечении трех недель, когда фараон не разрешал уходить, тогда приходила эта казнь, и она уже длилась целую неделю. Тогда Бог сказал Муше, войди к фараону и скажи ему, так говорил Бог, отпусти мой народ, чтобы они служили мне. А если ты отказываешься отпустить их, смотри, я поражу все твои пределы лягушками. И воскишит река лягушками, и они поднимутся и придут в твой дом, и в твою спальню, и в твою постель, и в дома твоих рабов, и твоего народа, и в твои печи, и в твои квашни, и в тебе, и в твоем народе, и во всех рабах будут лягушки. Странное очень выражение. Что означает, и в тебе будут лягушки. На тебе, у тебя. А как это так в тебе? Ну, шат здесь простой, в тебе имеется в виду действительно. На тебе рядом с тобой, а драж означает, что мы прочитываем это буквально, в тебе. И так говорит Медраж. Они проникали во внутренности и квакали оттуда. То есть лягушки, это нашествие лягушек было такое, что находились лягушки, которые могли забраться человеку во внутренности и продолжать квакать оттуда. Снова это жуткий-жуткий удар по гордости. Ведь здесь сказано и в тебе, это не просто уже говорится о каких-то рядовых египтянах. Такое могло произойти здесь и с фараоном, что в тот момент, когда ему придется произносить какую-нибудь важную тронную речь или общаться с послами каких-нибудь государств или даже своим, вдруг вместо того, чтобы сказать что-нибудь важное такое государственно-политическое, вместо этого заквакает. Это жутко. И кроме того, здесь добавляется еще одна вещь невероятная. Это омерзение. Понятно, что, как там сказано, что они придут, и воскрешит земля река лягушками, и они поднимутся и придут в твой дом, и в твою спальню, и на твою постель. Если человек, открывая, снимая одеяло, обнаруживает на простыне лягушку, то это омерзение, которое трудно себе представить. Это снова именно удар психологический и очень тяжелый. Восьмая глава. Седьмая закончилась предупреждением о том, что будет нашествие лягушек, а теперь уже как все происходит. «И сказал Бог Монше, скажи, Арону протяни руку с посохом твоим над реками, над каналами и над прудами, и подними лягушек на землю Египта. И просер Арон свою руку над водами Египта, и поднялась лягушка и покрыла Египет». Кстати, мудрецы говорят, что тогда был конфликт пограничный между, уж точно, можно сказать, между Египтом и Ливией, или между Египтом и Суданом, между Египтом и Эфиопией, и при помощи нашествия лягушек можно было очень точно, можно было совершить этот конфликт и пометить все карты очень точно. В том месте, где было нашествие лягушек, было сказано, что лягушки покроют всю твою территорию, в тех местах, где лягушки были, значит, это территория египетская, там, где лягушки остановились, там уже началась Ливия, Судан и другие страны. Но и волхвы сделали так же своими чарами и навели лягушек на Египет. Опять повторяется то же самое. Если волхвы раньше сделали то же самое, наверное, превратили воду в кровь, то теперь они сделали так же своими чарами и навели лягушек на Египет. А это им зачем? Им что, было мало лягушек? Так было отвратительно. Для чего нужно было это всё повторять? И ещё один вопрос. До того, как волхвы вмешались и простёр Арон свою руку над водами Египта, и поднялась лягушка и покрыла Египет. Почему лягушка? Лягушки, надо было бы сказать. Почему именно лягушка в единственном числе? Отвечая на этот вопрос, Раша даёт два ответа. Один пшат и один драж. Пшат – простой, небуквальный смысл таков. Надо сказать, что полчища лягушек названы в единственном числе лягушкой, как, скажем, говорят мошкара. Не имеется в виду, что один комар прилетел. Не имеется в виду тучи комаров. Но тучи комаров называются в единственном числе. Или то, что сказано там, что когда перед этим, когда была прожжена река, что вся рыба в реке подохнет. Не сказано, что все рыбы подохнут. Вся рыба. То есть, понятно, это вполне принятая вещь, когда используется единственное число для обозначения многого-многого-многого. Это пшат. Когда мы говорим, что текст следует понимать не буквально, а иносказательно. Адраж. Адраж требует понимания буквально в лоб. Лягушка одна в единственном городе. Значит, когда Арон протянул свой посох к реке, из нее вылезла лягушка одна. Всего одна лягушка. Но египтяне били ее, и она рассыпалась на полчища лягушек. То есть, каждый такой удар по этой лягушке приводил к тому, что от нее только отпочковывались дополнительные и дополнительные лягушки, пока так, ему можно заметить, лягушки действительно не расплодились и не покрыли собой весь Египет. Соответственно, Стайпер же спросил, какой смысл был в поведении египтян? Почему они продолжали убить людей? Они же видели, что каждый удар приводит к тому, что не только эта лягушка не убегает обратно в гил, не только она не подыхает, а наоборот, от нее плодятся и отпочковываются все новые и новые лягушки. Так зачем же продолжать ее бить? Ну, а ответ он заложен в самом вопросе. Человек в тот момент, когда он действует под влиянием гнева, то он действует совершенно неумно, нелогично и делает вещи, которые ему самому во вред. Человек, который бы действовал здесь хладнокровно и рационально, после двух-трех ударов, поняв, что каждый его удар приводит только к тому, что лягушки плодятся, он бы остановился. Но ситуация была не такая. Египтяне озверели после того уже, что с ними было, после того, что они уже испытались с кровью и так далее, поняли, что сейчас будет новая какая-то мерзость, которую им евреи подкинули, то озверев, они уже калашматили по этой самой лягушке, хотя это приводило только к прямо противоположному результату, и лягушки только расположались, они уже не в состоянии были остановиться. Человек, который действует под влиянием гнева, гнев прежде всего отнимает у человека голову, прежде всего отнимает у человека разум. Человек делает вещи неразумные ему самому во вред. И он несет. То же самое было и здесь. Ну а теперь к волхвам. А их что, тоже понесло? Ну они-то, по крайней мере, мудрецы египетские, фараоны, чародеи и маги. Они-то должны действовать хладнокровно. Тогда как понять их действие? Ну и волхвы сделали так же своими чарами и навели лягушку на Египет. Аравир пишет так. При более тщательном рассмотрении роль чародеев в этом повествовании кажется странной. По меньшей мере странной. Если они действительно были такими искусными магами, а не просто фокусниками или жианистами, а действительно что-то могли там колдовать, так им следовало бы использовать свое волшебство, чтобы избавить страну от напасти, а не усилить этих делать так, сказать какое-нибудь заклинание или еще что-нибудь, чтобы все лягушки быстро убежали обратно в мир, или подохлили. Ведь не могло же им казаться, что вокруг слишком мало лягушек. Скорее всего, в противовес обычно приводимому толкованию их усилия были таки направлены на устранение последствий этой камеры. То есть почти все классические комментарии объясняют, что они сделали так же, а имеется в виду, что они сделали, навели еще больше лягушек. Аарон навел миллиарды лягушек, а они навели еще лягушек. И тогда мы не понимаем, зачем им нужно было делать. Нет, Григорий Трампич. Хотели они не этого, они хотели при помощи своих способностей избавить страну от лягушек. Это то, что ими руководило. А почему тогда сказано «и сделали они так же»? Нам представляется, что высказывание они сделали так же, интерпретировали, по нашему мнению, ошибочно, как относящиеся к результатам. То есть они сделали так же, а Аарон навел лягушек, и они так же навели лягушек. К результатам, застегнутым Мушей и Аароном. Мы полагаем, что на самом деле оно относится к средствам, то есть к движениям рук, посоха, который должен совершить Аарон, чтобы привести эту казнь. То, что они сделали так же, они смотрели на Аарона, какие действия он делал своими руками, что-нибудь такое. Они то же самое сделали, те же самые, они копировали его движение, были уверены, что сейчас, благодаря их способностям, Аарон сделал так, и лягушки напали на Египет, а они сделают так, и лягушки тут же убегут. И не получилось наоборот. В результате того, что они копировали движение Аарона, лягушка только прибавилась. Именно эти движения в точности воспроизводились волхвами, потому что они считали, что поступая так, они немедленно обуздают поражение. То, что слова также относятся к этим движениям, а не к результату, это совершенно чётко видно из дальнейшего текста тоже. Дальше, в дальнейшем тексте, в 14-м отрывке, сказано по поводу вшей. И сделали так. Аарон простёр свою руку с посохом и ударил по земному праху, и они стали вшами, и он стал, прах стал вшами на людях и на скоте. И сделали так же волхвы своими шарами, чтобы вывести вшей, но не смогли. А, сделали они так же. Что они сделали так же? Вшей они понаделали. Да нет, вшей они не смогли понаделать, не умеют они вшей делать. А что же они так сделали? Значит, сделали, получается, они просто копировали действия Аарона. Он ударил по земле, и они тоже стали бить землю. Только от того, что он ударил по земле, по меня вши появились, а у них ничего не вышло. Стало быть, то же самое и здесь. Соответственно, стих 3 тоже можно интерпретировать таким образом. Аарон простёр свою руку над водами Египта. Волхвы делали подобные же движения, желая воспрепятствовать действиям Аарона, но добились противоположного. Только увеличение поголовья лягушек в Египте. В результате не только увеличили число лягушек на земле Египта. Ну, вот здесь вот можно на этой лягушачьей ноте здесь и остановиться. в следующем году. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...